Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерия Седов. Смотрите в этом выпуске. Уникальное место во всей России. Глава региона заложил первый камень в стену будущего завода по производству детских колясок. Мастера на все руки. В Рязани прошел первый чемпионат по дзюдо среди студентов-медиков. Океан Солярис. В Рязань приедет европейский режиссер. По словам главы региона Николая Любимова, Рязань продолжает развиваться. В области открываются спортивные комплексы, строятся новые дома. 15 марта в Рязани был заложен первый камень будущего завода по производству детских колясок. На стенде прототип детской коляски, напечатанный полностью на 3D-принтере. Представители завода рассказали Николаю Любимову, что при производстве учитывали множество аспектов. Это и ширина подъездов, и величина дверных проемов. К тому же на 100 в детской коляске вполне можно положить и детское автомобильное кресло. Главу региона такие разработки впечатлили. Он отметил, что производителей надо поддерживать. Нам надо своих производителей поощрять и стимулировать, защищать, чтобы они могли быть более конкурентоспособными. Во-вторых, это товары, которые напрямую относятся к продуктам, обеспечивающим безопасность детей и влияющим на их здоровье. То есть товары должны быть высочайшего качества и отвечать всем требованиям безопасности. Я уверен, что эти товары, уверен именно потому, что они уже продаются в Европе, отвечают таким критериям. И наши рязанские коляски будут лучшими в мире. Вся продукция будет производиться из российского сырья и комплектующих. Планируется выпускать до 200 тысяч детских колясок в год. Для любой компании, любого масштаба, открытого собственного завода – это событие. Событие, которое хочется разделить не только с коллегами, но и с потенциальными клиентами, партнерами и просто неравнодушными гражданами. Это большая честь для нас присутствовать на закладке завода по производству детских колясок полного цикла. 15 марта был заложен первый камень будущего завода. Николай Любимов отметил, что хоть мероприятие больше символическое, оно много значит как для руководителей, так и для всего региона в целом. Честь первым заложить кирпич в стену завода досталась губернатору Рязанской области. В закладке поучаствовали руководители ассоциации производителей детских автокресел и начальник Департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга Российской Федерации. После этого им предложили оставить пожелания на стене. Николай Любимов ограничился простой и лаконичной фразой «Удачи во всем». Открытие завода планируется в августе 2018 года, а первая партия поступит в продажу уже в сентябре. Детские коляски будут поставляться во все федеральные детские сети России и экспортироваться в страны СНГ и Европы. Продукция будет представляться на всех профильных международных выставках в России и за рубежом. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Региональная поддержка предпринимательства «Мнение бизнеса». Брифинг на эту тему прошел в Рязани. Основная цель – проинформировать деловых людей о возможностях получения ими помощи от государства. В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес. В пятницу прошел брифинг по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих производствах и результатах, которые получили за счет господдержки. В консультации, различные форумы, семинары, встречи. Плюс еще очень такая позитивная история. В ноябре будет у нас профильная выставка, а они оплатили участие в аренду площади. Это там большущая стоимость. Ну, по крайней мере, для нас, для маленьких компаний. Поддержка была совершенно на разных уровнях. Была и юридическая поддержка. С Сергеем Александровичем вместе Центр поддержки помогал по патентным исследованиям, по регистрации торговой марки, по продвижению бренда. Была произведена огромная работа. И мы очень благодарны данному направлению. В регионе активно совершенствуется профильная инфраструктура. Созданы центры по поддержке предпринимательства и экспорта. Начал работу Рязанский инновационный научно-технологический центр. Действует Центр инжиниринга, гарантийный фонд Рязанской области, бизнес-инкубаторы и другие организации. С новым пакетом законов в Рязанской области введены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Расширены виды деятельности с применением патента. Действуют налоговые льготы для тех, кто реализует инвестиционные проекты. На семинаре отметили, что отдельное внимание уделяют продвижению рязанских товаров, поддержке бизнеса через консультации и электронные сервисы. Тайна захоронения царевича Иакова на территории Касимовского казанского женского монастыря долгое время волновала умы православных. Но даже жители окрестных улиц до недавнего времени не подозревали о существовании часовни над его могилой. Подробности о проведении раскопок прозвучали на пресс-конференции 15 марта в Краеведческом музее-заповеднике. На выставке побывали наши коллеги из Касимова. На пресс-конференции присутствуют и представители казанской монашеской общины, татарской диаспоры, властных структур и общественности. В центре внимания тайна нахождения часовни Боложенного царевича Иакова. Она была одной из главных святынь казанского монастыря и притягивала паломников вплоть до ее разрушения. В конце 30-х годов прошлого столетия часовню разобрали, а кирпичи использовали для ремонта печей. Инициатором археологических раскопок по поиску места захоронения царевича Иакова выступил епископ Дионисий. В течение нескольких сотен лет православные косимовцы, обращаясь с молитвой к царевичу Иакову, получали помощь. И поэтому на протяжении столетий сложился не просто образ, не просто впечатление от его образа, но сложилась четкая уверенность в том, что молитвы этого человека, когда он скончался, он был молодым еще совсем, на самом деле. Молитва этого человека перед Богом доходчива, как говорят простые верующие люди. В 90-е годы силами священника Прота Ерея Владимира Правдолюбова-старшего и церковной молодежи проводились первые раскопки. Но они не дали результата, хотя место было определено безошибочно. То есть мы поняли, что на месте часовни огромная яма, огромный котлован, который засыпан всякого рода мусором. И в центре этого котлована должна находиться могила царевича Иакова. Совсем немного им не хватило, чтобы в буквальном смысле докопаться до истины. Руководитель Лизанской археологической экспедиции Василий Конов подробно рассказал о проведении новых раскопок. Были обнаружены остатки фундамента часовни и обломки старинного саркофага. Мы в результате своих исследований, в результате наших общих исследований, архивных, георадарных, археологических, исторических, пришли к выводу, что место часовни можно найти, что судьбу захоронения можно установить. И мы это сделали методами натурных археологических исследований. Мы нашли место, где стояла часовня, и мы определили судьбу захоронения царевича Иакова, что не было надругательства, что не было осквернений этого захоронения, что кости останки его были извлечены очень аккуратно, с большим почтением, и это было очень приятно осознавать. В то сложное время нашлись достойные люди, которые осторожно извлекли останки царевича Иакова и бережно перезахоронили. Но кто они, до сих пор неизвестно. Раскрытие одной тайны породило новую. В рукописи о Казанском монастыре есть приписка от руки, в самом конце, где он написал, что по воспоминаниям последних монахин, после их ссылки в Казахстан, когда вернулся основной состав с матушкой-настоятельницей, она дала распоряжение перезахоронить мощи царевича, вместе, подальше от атеистов, как там сказано. Что и было исполнено, отмечает отец Николай. И получается, это наша последняя связка, последний кусочек недостающей информации, потому что до нашего времени, естественно, не дожила ни одна монахиня монастыря, ни одна послушница. Отец Николай застал последних представителей монастыря, и они передали ему вот эту вот последнюю часть информации. Тайное перезахоронение силами монахин невозможно. Тело царевича поколилось в огромном саркофаге весом около тонны. В этом должны были принимать участие, по крайней мере, еще шесть мужчин. Воспоминания об этом событии могут до сих пор храниться в семьях этих людей. Мы хотели бы обратиться к жителям Касимова. Может быть, кто-то что-то слышал, рассказы бабушек, дедушек, какие-то смутные воспоминания. Потому что сейчас мы в этом плане только в начале нового исследования. И, может быть, информация, которая хранится в чьей-то памяти, поможет нам обнаружить мощи святого, которые были бережно перезахоронены нашими предками. Очень важно сейчас активизировать и молодежь. Желательно привлечь к посещению этой выставки как можно больше людей. Может быть, это не только жители Касимова. Может быть, это окрестные населенные пункты. Потому что тайна сохраняется. И, конечно, дойти до истины – это обязанность, я думаю, жителей Касимова. На выставке представлены архивные документы по истории монастыря, уникальные богослужебные предметы, предметы монастырского быта и сохранившиеся архитектурные детали разрушенной Пятницкой церкви, а также новые находки археологической экспедиции. 16 марта в Рязанской детской клинической больнице имени Дмитриевой состоялась очередная акция в рамках благотворительной программы Банка ВТБ «Мир без слез». В гости к маленьким пациентам пришли их любимые герои из программы «Спокойной ночи, малыши». А сама клиника получила деньги на новое оборудование от благотворителей. Продолжит Алена Куколева. Улыбки, радость и смех не часто случаются в больнице. Обычный распорядок дня юных пациентов – это горькие лекарства, уколы и анализы, и скучное пребывание в палате. Но сегодняшний концерт – настоящий праздник, тем более, когда в гости приходят любимые герои – Филя и Степашка. С экрана телевизора прямо в зрительный зал. Знаменитые герои детской передачи «Спокойной ночи, малыши». К встрече с рязанцами готовились. Сколько городов объездила Наталья Голубенцева уже и не считает. Гастролирует по два раза в месяц. И даже когда отвечает на вопросы журналистов, неразлучно со своим героем. Дети получают от нас что-то такое, что заставляет их выздороветь. Хотя бы чуть-чуть. На небольшую единичку какую-то. Но становится лучше. Потому что у нас был такой случай, когда мальчик не разговаривал вообще. А потом я была тогда с Хрюшей и Степашкой вместе. Он ко мне подошел. И несмотря на меня, на меня вообще никто не обращал внимания. Он сказал, Хрюша, я тебя люблю. Хотя там все врачи попадали в обморок. Потому что он до этого вообще не разговаривал. В Рязань гости приехали в рамках акции «Мир без слез». Конкретных дел много. Благотворительная программа существует уже 14 лет. В копилке проекта больше 50 регионов. Главная задача – помочь детским больницам. Все эти годы Банк ВТБ не только устраивает яркие представления в детских медучреждениях России, но и дарит подарки – сертификаты на приобретение дорогостоящего оборудования. «Мир без слез» – это именно детская программа. Поэтому здесь выбор попадает именно на учреждение детской медицины, где подбирается самое необходимое на данный момент оборудование. И Банк оплачивает это оборудование в рамках этой акции. В торжественной обстановке от Банка ВТБ Рязанской больницы вручили сертификат на полтора миллиона рублей. Выбор оборудования – это важно – осуществляет именно медицинский персонал и руководство детских медицинских учреждений. То есть банк здесь не диктует какие-то условия, что очень важно. И в данном случае на сумму полтора миллиона рублей для детской областной больницы в городе Рязани было приобретено оборудование для эндоскопического кабинета и для офтальмологического кабинета. То есть это оборудование по исправлению эффектов зрения. В Рязани гости не впервые. В 2014 году в ДАР детская ОКБ получила комплекс для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Подаренные сегодня полтора миллиона потратят на то оборудование, в котором больница нуждалась уже давно. Дети, которые имеют отклонение, офтальмологические отклонения, смогут не отложить стационар, получить реабилитацию и улучшить свое зрение. Вторая составляющая оборудования – это оборудование для лапароскопических операций. Это то оборудование, которое необходимо нашему учреждению очень сильно. При помощи этого оборудования мы существенно снизим продолжительность пребывания ребенка в стационаре, уменьшим продолжительность проведения операции, соответственно, воздействие, негативное воздействие наркоза и прочих медицинских воздействий на ребенка. В этом году акция пройдет еще в 20 городах России. Всего на помощь детским больницам будут направлены 40 миллионов рублей. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На все руки мастера. Вероятно, так можно охарактеризовать будущих врачей. В России проводятся и футбольные турниры среди людей этой профессии, и интеллектуальные игры. 16 марта в Рязани состоялся второй всероссийский чемпионат подзюдо среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Для спортивного комплекса соревнования такого рода – это естественное событие. Однако участники – непрофессиональные борцы. Сегодня здесь студенты медицинских вузов страны – Казань, Ижевск, Курск, Дагестан, Рязань и другие. Восемь университетов и одна академия. Сегодня будущие врачи покажут свое мастерство. Во второй раз студенты-медики собрались на одном татаме, чтобы бороться за звание лучших, повышать уровень спортивного мастерства и укреплять спортивные традиции и связи между вузами России. Мы надеемся, что ваш пример, ваши страсти, желания бороться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни будут примером для всех студентов нашей страны. Не только медицинских вузов, но и всех студентов. Вам успехов, ребята. Вы большие молодцы, что успеваете, что находите время, что не забываете то, чему учились в школе, в спортивных школах и показываете пример всем. Вы молодцы, успехов, честной и чистой борьбы. Второй всероссийский чемпионат подзюдо среди студентов-медиков на территории спортивного комплекса принимал Рязанский государственный медицинский университет. На открытии торжественного мероприятия присутствовали председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышев и заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виктор Авдеев. Чиновник от имени правительства региона поздравил всех присутствующих с началом чемпионата. Рязанская область имеет опыт проведения крупнейших всероссийских и международных соревнований. Я уверен, что данные соревнования пройдут на высоком организационном уровне, а вы покажете интересную и красивую борьбу. От Рязанского медицинского университета на чемпионате выступали студенты с разных курсов и различных специальностей. Виларийский каприз занимался борьбой еще в детстве. Тренировки он продолжил в прошлом году в стенах вуза. Говорит, что совмещать их с учебой не такая тяжелая задача. После занятий студент спешил на татами. По его словам, на чемпионате будет стараться изо всех сил. Когда вы поступаете в какой-то турнир, вы ожидаете всегда победу. Но всем знают, что это нелегко победить. Но мы все приготовились для этого. И мы попробуем что-то получить, победу. Если не получается, то ничего страшного. Еще тренируемся. Звучит команда судьи Хаджиме. На японском языке это означает начало схватки. На татами студент из Рязанского медицинского университета. Поединок выдался тяжелым. И члены команды, и тренер переживали за участника. И на последних секундах ему удалось изменить ход схватки. И хоть это только первая схватка на татами, все судьи уже окрестили прием как самый лучший бросок чемпионата. Как результат ипон, то есть высшая оценка и победа. Чемпионат под дзюдо проходит по всем существующим правилам борьбы. Поэтому страсти среди спортсменов и среди болельщиков кипят самые настоящие. Возникали и спорные моменты, которые решали всем тренерским штабом. Были схватки, которые заканчивались после одного удачного броска. В общем, настоящий чемпионат под дзюдо. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Культурным событием ожидается приезд в Рязань западного режиссера Арво Иха. Его приезд приурочен к пятилетнему юбилею культурно-просветительного проекта «Океан Солярис. Острова памяти». Кинорежиссер Арво Ихо – эстонец. 40 лет назад в свои 26 ему посчастливилось работать на Таллинской киностудии с самим Тарковским. Тарковский тогда снимал «Сталкера». Арво сделал серию фотографий со съемок легендарного фильма. И в Рязань он привезет эти снимки. Открытие фотовыставки состоится 21 марта в среду в зале на Грибоедово. А 20 марта во вторник в кинотеатре «Люксор Круиз» пройдет показ фильма «Арво Ихо. Игры для детей школьного возраста». Этот фильм в свое время получил 7 международных наград. Проблемы молодежи и подростков актуальны во все времена. Вот и на показ фильма приглашены школы, вузы, дополнительное образование. Одним словом, все, кто участвует в воспитании молодежи. Ну и, конечно, сами герои молодежной среды. 20 и 21 марта начало мероприятий ровно в 16 часов. Вход бесплатный. Таким подарком Министерство культуры и туризма области встречает весну в Рязани. 18 марта состоится выбор президента Российской Федерации. В городе Рязани находятся несколько сотен избирательных пунктов, на которых сотрудники полиции обеспечивают безопасность и следят за спокойствием. В период подготовки к выборам президента Российской Федерации сотрудниками МВД по Рязанской области реализован комплекс практических мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Так, накануне дня голосования сотрудниками правоохранительных органов обследованы все до одного участковых избирательных комиссий. В день голосования сотрудники полиции совместно с Росгвардией будут осуществлять круглосуточное дежурство на всех избирательных пунктах города. Привлечено свыше 2000 сотрудников силовых структур и дружинников. Под охраной будут находиться места размещения избирательных комиссий, хранение документации, места массового пребывания людей. Также полицейские будут патрулировать места, расположенные рядом с избирательными участками. Полиция призывает сообщать обо всех фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Шум! Шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс Полянка? Жилой комплекс Полянка. Ближе к природе, вдали от суеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok